Всем добрый день! Это питомник Росполины Козловой. Сентябрь 2019. Очередное видео. Ответ на вопрос. Спрашивали и просили показать хотя бы несколько сортов для букетов, чтобы можно было сделать срезку и поставить цветы дома. Ну вот, сегодня опять был очередной день сбора заказов. Все, что, скажем так, удалось урвать. Вот это очень красивая роза. Очень она мне нравится. Прям очень с многочисленными, многочисленными восклицательными знаками. Сорт достаточно новый. Называется О Хэппи Дэй. Он абсолютно не разрекламирован. Я не знаю, почему к нему так холодно отнеслись или потому что еще просто не у всех он есть в размножении. Громадный, шикарный куст с многочисленным количеством очень крупных цветов. Скажем так, вот этот цветок совсем еще не крупный. Это, скажем так, средний размер. Полный размер цветка где-то порядка 10-12 сантиметров. Цвет напоминает чем-то отдаленно, близко скажем. Не отдаленно, а близко напоминает Августу Луизу. Вот именно такая же теплая гамма расцветок. Очень приятный, ненавязчивый, тонкий аромат. Вот если такой букет кому-то дарить, очень-очень красиво. Прям вот как вдыхают цветы, когда дарят. Очень такой приятненький ароматик будет. Так, ну вот рядом с ней сорт уже давно-давно на рынке. Это у нас Дабл Дилайт. Прекрасный сорт для букетов, прекрасный сорт для сада. Имеет очень сильный, просто мега сильный аромат. Читала даже где-то, что именно его используют для спиртовых там всевозможных наливок, настоек. Что лепесток очень быстро отдает именно аромат при удерживании в спирте. Так, вот эта темно-красная красавица, это у нас Ингрид Бергман. Это, скажем так, вторая стадия роспуска бутона. Очень красивый, глубокий, такой бархатный красный цвет. Очень хорошая срезка, хорошая нога у розы. Обильно очень цветенен. То есть за один раз я считала где-то 7-11 таких хороших стандартных цветков для вазы. Очень быстро восстанавливается. Кто любит красный цвет? Прям красный с бархатом. Так, вот между ними такой маленький бутончик. Вот я все, что, скажем так, успела урвать. Это у нас Мистери Герл. Этот цветок очень маленький. Я его, скажем так, забрала скорее для того, чтобы на контрасте показать, какой цвет. Этот цвет и не желтый, и не белый, а вот, скажем так, нежно-лимонный. Сорт вот именно тоже срезочный. Очень много цветов. Прям очень-очень много. Цветы среднего размера где-то 7-8 сантиметров. Букеты просто шикарнейшие получаются. Я даже думаю, штук 50. Вот сразу можно срезать цветочков. Настолько их много. Но ножка, правда, коротковатая. Ножка где-то будет сантиметров 50-60. Тут именно такая добротная прямая нога. Из-за того, что куст очень широкий, у него ближе, скажем так, к низу немножко веточка так загинается. Красивый сорт. Так, кто у нас дальше? Ну, вот этот цвет кофейно-коричнево-молочный, карамельный. Это сорт чайно-гибридной розы. Крем-карамель. Сорт очень хорошо пахнет. У него классический во всех смыслах слово. И бокал цветка, и форма куста. Аромат у него, скажем так, выше среднего. Не бьет в нос, но и не совсем, чтобы он не пах. Очень долго держится цветок из-за того, что очень много лепестков хорошо набитый. Не выгорает у него приятный такой цвет, хороший. Я люблю вот такие расцветки. Не как все. Кремово-серо-коричневое. Кому нравится Кока Лока, вот это тоже. В той же опере, скажем так. Кто у нас дальше? Дальше у нас розовая красотка. Это у нас Абе де Вальсент. Ароматнейший сорт чайно-гибридной розы, который идет и на срезку, и для украшения, и для парфюмирования всего, что вы хотите. Сада, участка, вазы, букета. Один из наисильнейших ароматов, что вот есть сейчас именно в чайно-гибридной группе. Нежный розовый цвет с немножко более, скажем так, глубоким розовым в центре. Лепестков много, куст красивый. Те, у кого он есть, напишите отзывы. Я знаю, что он уже у многих есть, но вы молчите. Вот это вот рыжая красавица, такая медно-рыжая. Это у нас Ашрам. Тоже чайно-гибридный сорт. Насколько я помню, он именно из теплиц. Он был выведен для теплиц. Он в теплиц дается хорошую срезочную ногу, такую длинную. Вот как раз сорт для срезки. Аромат умеренный, теплый. Ну, как срезочный сорт, просто шикарный. Ну, скажем так, совсем коротко, то, что было под рукой. Розы не могут быть некрасивыми. Ну, а пока как-то так. Будут вопросы, спрашивайте. А теперь всем спасибо. И до свидания. Редактор субтитров А.Семкин